Теперь перейдем ко второй нашей задаче, к ее решению. Итак, что же у нас получилось с нашими жилищными комплексами? У нас получился достаточно красивый компонент. Как видите, вот это, так скажем, заглавная страница, корень данного компонента. Тут у нас подсвечиваются на карте Москвы жилищные комплексы, отображаются они также справа. Из себя данный компонент представляет кастомизированный компонент, комплексный кастомизированный компонент News, Новости. В него мы добавили множество дополнительных уровней. Как мы видим, в данном случае, у нас есть шаблоны путей для всех наших страниц. Это страница детальная, расположение инфраструктуры, генплан, панорама, планировки и так далее. Все шаблоны у нас здесь представлены. И это все настраивается. Также здесь вот этот список у нас выводится с помощью кастомизированного списка новостей. Ньюслист. Вот мы видим, что он взывается. Здесь, по сути, у нас что происходит? У нас дважды проходится фурвич. И сначала выстраивается карта, а потом выстраивается правая часть. Сначала строится вот эта карта, потом выстраивается вот эта правая часть. Дальше мы переходим на один из жилищных комплексов. По сути, это из себя представляет стандартную детальную страницу комплексного компонента новости. Здесь мы видим правое меню, описание и слайдер измноженного поля типа файл. Вот здесь у нас есть форма добавления элемента инфобок. Далее стандартная, типовая, детальная страница новости news detail. Смотрим шаблон самой страницы. Ну, здесь, по сути, у нас все необходимые поля у нас выводятся. Все, что надо, здесь выводится. Справа у нас, как мы видим, размещены ссылки. Данные ссылки формируются в случае, если у нас с соответствующим инфоблоком, связь есть, установлена, потому что не все поля для настройки обязательны. Давайте откроем форму редактирования и посмотрим. Вот, собственно, видите название, статус, вот это левтоп, это размещение на карте, размещение значка на карте, по сути, описание является детальным вписанием, изображение до слайдера, телефон менеджера, ссылка на сайт, который не заполнен и не проектная декларация, видите, не заполнена, ипотека, также не заполнена, контактная информация, обязательно у нас есть связь, и изображение генплана, то есть, часть полей заполнена, часть не заполнена. Соответственно, у нас имеются связи с инфоблоками расположения и инфраструктуры, генплан, панорама, проектная декларация, ипотека, контактная информация, где, по сути, по этим ссылкам у нас вводится описание вот нажимаем расположение инфраструктура как видим у нас видите в URL добавился дополнительный путь, путь изменился и туда дописался location and вот собственно это и является написанием также форма и кастомизированная news detail если откроем на редактирование видим здесь у нас вводится правое меню и собственно и собственно вводится текст то же самое у нас на странице генплан панорама проектная декларация и другим таким же по сути текстом видите здесь текста нету также мы откроем увидим что у нас аналогичный шаблон здесь представлен посмотрим что же у нас из себя представляет данный кастомизированный компонент news detail открываем битрикс компонент volga news detail компонент php просмотр файла и смотрите основным изменением в данном случае у нас является добавление вот этого кода который нам позволяет получать по связи имя текст анонсный и тип данного анонсного текста для чего это нужно как видите здесь у нас вводится множество информации из основного инфоблока планировки название строится меню потому что связь есть только у данного инфоблока у элементов выстраивается соответственно мы эту информацию должны получить а здесь в середине мы вводим только анонсное описание из связанного инфоблока поэтому имеет смысл news detail детальную страницу основным запросом сделать запрос планировки и уже дополнительно получить эту информацию это будет наиболее оптимально в данной ситуации в случае этапов строительства у нас на данной странице сначала вводится список годов вот в данном случае у нас один год что из себя представляет список элементов и ниже соответственно вот у нас вводится последний элемент у элемента в виде слайдера вводится изображение по месяца и кварталу давайте откроем другой жилищный комплекс где эта информация больше заполнена вот мы открыли другой жилищный комплекс здесь у нас соответственно заполнен два года одиннадцать десятый видите здесь меняется у нас информация и вот здесь представлены по месяцам выводим по кварталу здесь по месяцам за изображение за текущий квартал вот эта вся информация все эти изображения у нас по сути представляют из себя один элемент то есть это не множество каких-то сущностей у нас по сути запрашивается информация обо всех данных изображений из одного элемента что в определенной мере оптимально по ресурсам если мы перейдем на другой год то у нас допишется в наш путь ID данного года а точнее это ID элемента и отобразится информация за текущий год вернем обратно у нас пропадет и показывается последняя активность сортировка собственно у нас идет по году вот у нас собственно выводится все что нам необходимо здесь у нас вводится список годов с помощью кастомизированного компонента а дальше по сути стандартная детальная страница как видите у нас здесь вот выводится наше множество файлов пользовательских свойств типа файл вот они все здесь вводятся смотрим шаблон 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 из себя ничего эксординарное представляет это несколько файлов друг за другом это выглядит не очень красиво не очень оптимально хочется сделать это в цикле все но поверьте в производительности это наиболее оптимальная вариант реализации и посмотрим каким как же у нас выводится года ну здесь вывод очень простой forage давайте посмотрим компонент на наш кастомизированный что он из себя представляет компонент вот он здесь у нас есть смотрим активный id элемента видите у нас здесь он возвращается возвращается id инфоблока и возвращается активное id для чего это нужно просто данная информация у нас компонентом детально детальная страница новости используется и этот активный полученный id служит для того чтобы выбрать нам нужную страницу то есть когда мы находимся в корне у нас данный компонент вычисляет какой сейчас элемент показать и данное ID формирует и передает в нижний лежащий компонент и теперь пожалуй самое сложное но и самое интересное это раздел планировки если мы переходим на планировки и у нас не один корпус то в меню добавляется переход по корпусам как видите вот у нас это произошло соответствующим образом сформировался у нас URL данной страницы как вы помните каждый корпус представляет из собой элемент который размещен в определенной категории группе здесь у нас выводится информация из инфоблока планировки это собственно название корпуса изображения также оттуда сдается ширина в клеточках здания для того чтобы сформировать вот эту визуальную структуру дома которую мы видим и вот тут сбоку у нас высота дополнительно построена отмечается вот видите синюю полосочку но основное это связь с инфоблоком планировки этажей слева вот это 1 2 3 4 это по сути выводится к группе этого инфоблока который в текущей реализации себя представляют этажи а на каждом этаже на шахматке вот правее да вы видите у нас выстраивается квартира по полю положения квартиры на этаже шахматки слева ну то есть своеобразная сортировка нажав на любую квартиру мы попадаем на ее детальную страницу смотрим что у нас из себя представляет вот это по сути мы сформировали детальную страницу ну она у нас кастомизирована так вводится множество различной информации которые мы не смогли получить штатно вернемся назад что здесь и как у нас представлено здесь у нас работа кастомизирована компонент plans который за вот этот весь вывод у нас отвечает то есть мы кастомизировали и получаем соответственно список всех секций то есть этажей по связи и потом выстраиваем давайте посмотрим как это у нас все выглядит в шаблоне то есть у нас множество html кода здесь потому что у нас разные условия допустим вот эти так называем башенки или как это еще назвать они в зависимости от ширины дома их количество меняется также если дом достаточно широкий вот эта правая часть у нас перемещается под дом тут же у нас есть фильтрация то есть мы можем выбрать все квартиры которые одна комната две комнаты и так далее или все квартиры можем нажать на один из этажей и посмотреть детально информацию вот эта часть пожалуй самая сложная во всей данной реализации но мы ее смогли решить у нас одновременно запрашивается список всех групп разделов по связке то есть у нас связка идет со одной группой и мы запрашиваем все ниже лежащие группы они соответственно у нас выстраиваются и это является этажами вся информация при нажатии мы нажимаем да она хранится в секции вся вот эта информация которая выводится по этажу а также у нас есть лежат в этих группах которые являются этажами элементы которые являются квартирами причем как мы знаем элементы мы можем положить в множественных групп поэтому нам не нужно допустим каждую однокомнатную квартиру создавать заново при необходимости нам достаточно будет ее создать один раз и сделать соответствующие необходимые связи и вот здесь у нас собственно получается список всех элементов разбитый по этим этажам группам которые мы устраиваем соответствующие соответствии с настройками с параметром которые у нас у этажей имеются вот в принципе и все я хотел кратко рассказать вам о реализации данной как видите с одной стороны все достаточно просто с другой стороны для того чтобы это все так изящно и хорошо работало предварительно надо было спроектировать структуру данных чтобы выборки вообще были возможны чтобы выборки были как можно более оптимальные и менее ресурсоемкие и для того чтобы также администратор сайта мог заниматься наполнением в привычном нормальном интерфейсе bly я что в кто он в зашли и что я верно я не могу зашли Продолжение следует...